А вы помните две оружейные комнаты, которые были у нас в прошлой миссии? Что ж, я все-таки сюда добрался. Итак, давайте посмотрим, что нас здесь ждет, окромя, как говорится, орд монстров. Производственный цех NG-2, производство, неизвестное оружие, заказчик, новый мировой порядок, остановка. Так, поговорить с Николаем. Ха-ха-ха-ха, подождите со своим Николаем, надо бы разобраться с этими оружейными цехами. А вот потом уже дальше плясать. Так, проходим тайничочек, плюс 1000 долларов, отлично, конечно, это меня радует. Что у нас здесь вообще? Смотрите, какое-то экспериментальное оружие, но нам пока ничего не выдают, потому что какая-то там остановка, что-то где-то запрещено, что-то где-то не дожали, видимо. Так. Что это у нас здесь? Не надо. Светить тут. Так, здесь мы вроде бы все пощупали, давайте сходим теперь в другую сторону. Я все-таки решил перепройти и посмотреть, что же все-таки скрывается за этими комнатами, потому что ну негоже как-то бросать, хочется ведь показать как-то, да и вообще. Так, давай-давай-давай-давай-давай, проходим-проходим-проходим. О-о-о, ну естественно нас здесь встречают. Конвой! Конвой всегда здесь. Ну, эти монстры не такие уж и сложные, а вот стреляющие и зубастые это уже другое дело. Так, потихонечку, аккуратненько. Аптечки есть, если что. Какой ненасытный, а? Какой ненасытный товарищ! Обалдеть! Вообще ненасытный! Вообще очень много секретов по сравнению с оригинальной частью. Все-таки добавили они новые карты, новые секреты, и я походу застрял. Зашибись, да? Я еще и застрял. Класс! Спасибо, родные! Да-а-а! Угу, наш товарищ там что-то бомбится вокруг, ходит. Понятно все. Так и не удалось нам выяснить, что же там дальше-то. Застрял я, просто-напросто застрял. Печаль. Ладно, идем дальше. Вообще, по сути, по сути, серия должна была начаться отсюда. Открытая местность. Выглядит очень классно. Чем-то смахивает на сталкер. Так, давайте. Вы только взгляните на эту бронемашину. Отдых для всей семьи и огромная огневая мощь в одном наборе. На базе есть секретный вход, но он кишит этими мелкими тварями. Воспользуйтесь машиной, размажьте их всех. Еще кое-что. Мы перехватили на своей частоте слабый сигнал, идущий со второй базы. Точно неизвестно, но они могут исходить с личного датчика Кейт. Возможно, она еще жива. Даже думать не хочу, что эти твари могли с ней сделать. Может, вам еще удастся спасти Кейт? Пожалуйста, будьте начеку. Плиз. Я постараюсь, бро. Ты главное не нервничай, я постараюсь. Сейчас мы попробуем проникнуть вот сюда. Здесь же все-таки что-то есть. Не все так просто. Как кажется на первый взгляд. Так, и вертолет, пожалуйста. И ништяки, пожалуйста. Так, а это что такое? Найден тайник. Отлично. Ладно, этот тайник компенсирует тот тайник. Я так думаю. Да, не густо, конечно, но нам пойдет. Нам пойдет с вами. Кстати, база очень похожа на базу Анклава. В Лаути первом. Согласитесь, да? Так, ну здесь мы просто так выйти, наверное, не сможем, естественно. Понятно. Выходить по старинке. Николаша! Николаша! Ай-яй-яй-яй. Итак, ладно, здесь вроде бы все. Осмотрели все. Больше ничего нет. Да, туда проникнуть мы пока не можем. Ладно. Ну, машина так машина. Отлично. Задание надо было закончить здесь, я так понял, да? Класс серийный убийца. Точность попадания выстрела. Угу. Обнаружен тайников 79. Ну да, правильно, потому что я застрял там. Печалька. Так, отлично. Давайте посмотрим. Что-то мне это напоминает. Везде есть баннеры Sigma. Куда ж без них. Кстати, здесь даже есть какие-то секреточки. Тоже нужно их найти, но это, видимо, надо пешим путем. Что ждете? Кого ждете? Стоят. Что-то ждут там. Что-то хотят. Звуков не слышно. Нормально. Так, вот здесь, по-моему, есть секретки. Да, пешим путем можно все это сделать. Аккуратненько пройдем. Почему-то звук здесь гасится. Здесь, по-моему, вот эти карты, как писал разработчик, немножко не рассчитаны под высокое разрешение. Вот в чем проблема. В этом-то и вся соль. Кстати, в оригинале это было завтраки-кафе. Завтраки. Хорошо. Так, ладно. Потихонечку двигаемся. Не будем заострять здесь свое внимание. Найти базу ME2. Вот оно, преимущество высокого разрешения. Стоят, что-то ждут там, трутся. Сами-собо. О, летающие пошли. Летучие мышки я называл их. Так, выползем. Что-нибудь соберем. Авось, да небось, пригодится. Куркуль. Куркуль, мастер. Так, ну, допустим. Отлично. Странно, вот со звуками, конечно. Я помню еще в режиме Tower Defense тоже проблема такая же есть. Насколько мне известно. Есть такая же проблема в Tower Defense. Тоже звук пропадает. Даже на стандартном разрешении. Не знаю, в чем проблема. Почему они так сделали. Но этого мы, наверное, уже не узнаем. Потому что на контакт они не идут. Отвечать они не хотят. В общем, печально все это. Ребята что-то как-то зашились там сами с собой. На контакт вообще не хотят идти. Неоднократно писал. Тишина. То есть написано, мы обязательно вам ответим. И в итоге ничего. Поддавим просто всех. Да и все. Так, споры. Аккуратненько. Появились споры и летающие враги новые. Радует. Радует. Радует то, что здесь постоянно что-то новое появляется. Это очень радует. Зря, наверное, я тогда ворвался. Так, аккуратно. Все-таки машина, конечно, мощнее, чем мои всякие хики и прочая шляпа. Правильно говорил Николай. Бронебойная ерундистика. Любую броню бомбить. Так. Здесь у нас споры. Сюда можно проникнуть на машине, я думаю. Надо быстренько все это отстрелить. Потому что я, если не отстрелю эти споры, то мне будет тяжело пешкарем это делать все. Тайничок. Так, аккуратненько, аккуратненько, мадамыч. Мадамыч, аккуратно. Здесь пройдем? Пройдем. Если аккуратно все делать. Найден тайник, ну естественно. Так, что у нас там с инвентарем? Дробовик 820. А у меня сколько? 80100. Это интересно. Так. Штык. Защита 60. 45. Сколько? 25. Ладно, это получше. Так. Где звуки? Господа разработчики. Ёк, макарёк. Кошмар. Накинулись просто внезапно, пока я бегал, там не штички искал. Вот козлы вышли. Ладно. Так, вон еще один такой же умник ходит. Да, машина зачет. Машина, конечно, зачет. Сделали бы больше техники, было бы вообще вот. Цены бы не было, наверное. Хотя и так неплохо. Так, а что у нас было там, кстати? Я поехал сюда. А что-то ведь было и там. Меж этих пространств. Понял. Объездная. Так, вы, ребята, долгие. Я как раз, пока вы идете, я все сделаю. Боезапас разорвали. Кстати, интересно, сделано то, что действительно можно сперва разорвать боезапас у врагов. Вот этих стреляющих ракетниц. А потом уже бомбить их отдельно. Они не представляют у себя никакой уже боевой мощи и огневой мощи, соответственно, тоже. Вот. И остаются просто-напросто тела. Телеса. Если можно так сказать. Так, снова споры. Тут дурачок этот. Ага. Еще кто-то остался. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ты смотри, живуче какое. Самонавдящиеся ракеты. Еще все серьезно у парнишки. Так, что-то и здесь есть. Давайте посмотрим. Найдем тайник. Новый уровень. Бег. Нам нужен бег. Да что ж такое-то. Ненасытные какие, а. Угомонись уже. Угомонись там, пожалуйста. Все, можно спокойно ехать дальше. Ох уж эти споры, а. Где-то еще в какой-то игре были, кстати, такие же споры. Вот тоже точечно стреляли. А, Аталавар была игрушка. Как Кримсон Ленд. Вот грим, как же называлось, грим что-то там. Сейчас не скажу, по-моему. Эх, вот не могу вспомнить. Надо тоже будет ее, видимо, для струи ностальгии, кстати, записать. Потому что есть много историй, связанных с этой игрой. Если кто вспомнит Аталавар, вспомните, пожалуйста, напишите в комментариях. Игрушка похожа на Кримсон Ленд. Тоже с прохождением. Там в лесу бегаешь, перемещаешься по разным уровням. То есть лес, зимний лес, потом озера какие-то, мосты, города какие-то, что-то такое. Вы играете за такого чувака, у которого, по-моему, тыква на голове. Что-то такое. Если что-то знакомое для вас, то напишите, пожалуйста, название. Потому что я вспомнить не могу, но поиском, конечно же, поищу. А я именно так и ищу, пишу. Например, игра, где человек бегает с тыквой на голове. Кримсон Ленд. Рядышком пишу. И, знаете, очень часто нахожу такие игры, которые давным-давным-давно позабыл название. И вспомнить не представляется никакой возможности. Вот такой вот поиск странный, он помогает. Находится. Все находится. Фильмы, игры, музыка, песни. Все, что надо и не надо находится. Гильзы, главное, слышно, а выстрелов нет. Вот это вот нонсенс, капец. Не хотят фиксить ничего они. Да, елки-палки. Мне надо определиться, кого стрелять, кого таранить. Потому что, ну, так дело не пойдет. Жесть какая-то тут просто. Да. Они, конечно, приумножили здесь количество врагов. Это точно. Нифа просто вот тысячная. Так, тайник снова. Плюс одна жизнь. Отлично. То, что доктор прописал. И припасы для нашего хика. Так. Главное нам нейтрализовать вот этих вот здоровячков. Один готов, второй готов. И третий есть. Там такой же умник. Крадется своими ракетами. Запас у них, конечно, хороший. Все, готово. Кстати, после последних обновлений, после последнего обновления драйверов для видеокарты, эта игра начала почему-то лагать. Настройки я поменял, конечно, пробросил, там все перезапустил. Вроде бы нормально сейчас. Но сохраняется иногда. На некоторых уровнях тупнешь какой-то. Вот я когда переигрывал, там был какой-то просто вынос мозга. Фризило по-страшному. Никакой стабильности вообще не было. Ну, вроде бы сейчас починил. Нормально стало. Так, ну давай, давай уже. Сколько у вас здесь будет, а? Просто громадное количество. Несчетное количество монстров. Ладно, нет звуков, так зато музыку послушаем. Че, музыка-то хорошая. Кстати, вроде бы как, когда мы уничтожаем боезапас этих монстров, они начинают ходить быстрее. То есть груз у них, естественно, уменьшается. Балласт, ну, в кавычках, мы скидываем. И они начинают передвигаться быстрее. Или это мне кажется. Но такую законодательность я заметил. Так, отлично. Привет. Пока. Там что у нас? Тоже тайничок. Скорее всего, здесь тоже есть тайничок какой-то. Угу. Куда ж нам без тайничков-то? Найден тайник. Че там такое? Харлей лежит? Подожди. С одной стороны все время выходит так. Прикольно. Вот, если бы они еще сделали мотоцикл. Кстати, ооо, вот эта вещь была бы. Быстро можно было бы рассекать и попутно стрелять, например. Или посадить сзади солдата. Бейкеровского. Ёга, да че ж так много-то у вас? Ладно, попробуем так на пролом. Ооо, ребята. Нет, я сливаюсь. Я солюсь лучше. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Бомбит. И у них, и у меня. Ладно, пачками. Просто пачками идут. Ну, нонсенс. Да, вот магма. Эксперименты они там проводят. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так, потом еще враги будут еще больше. В подземельях, по-моему, если я не путаю. Но во второй части есть подземелья, и там враги еще больше. Уже когда к финалу будем приближаться. Здесь, кстати, до финала-то не так уж и далеко осталось. Так, вроде бы пока предчувствуемое ничего мне не показывать. По поводу секреточек. Не знаю, конечно, но... Здесь можно вылезти. Так, что у нас? Давайте посмотрим, что лучше прокачать. Скорость... Это что? Наблюдатель способностей. Завружены тайники. Спрятанные предметы. Вот это вот ключевая, конечно, ситуация. Раз уж я выбрал такую способность, надо, наверное, ее поддерживать как-то. Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Пока здесь никого нет. Давайте посмотрим. Так, отлично. О, там что-то высветилось. Тут что-то высветилось. Найдем тайник. Вот оно что высветилось. Как раз только прокачали и как раз нам показали. Ну вот и мы и нашли базу МЕ-2. Отлично. Далее. Так, пять из восьми тайников. Не все нашел. Ну ладно, ничего страшного. Там по кустам просто неохота лазить. Так, а вот и утро. Это радует. Очень сильно причем радует. Приятно, светло, хорошо. Свежий воздух птички поют. Так, секреточки пошли. Вот, смотрите, здесь. Здесь можно заметить трубки на самом деле. Если хорошо присмотреться. Че это такое нашел? Опять дробовичок какой-то модный, да? Так. Косить да косить. Ладно. Странно, вот странно со звуками. Надо посмотреть, может быть, есть какое-то решение, потому что оно обидно. Где-то оно воспроизводится, главное, вот, звуковое сопровождение, а где-то нет. Но музыка всегда играет, потому что у нее нет позиционирования в данном случае. Так, какие-то новые монстры. Что-о-о, да. Что еще? Заправки здесь никак нельзя подорвать, как в Севен Дейсе наподобие. Очень бы хотелось. Так, ладно, здесь уже мы вручную сейчас расправимся и пойдем тайнички искать опять. Песок. Ага, спасибо. Так, тайнички. Вот, да, вот такие вот есть места, где есть трубки. Ну, тут что-то не особо, конечно, тайничком попахивает, но... Ладно, не будем по кустам лазить. Так, где-то шаги есть, где-то их нет, е-мое. Надо что-то с этим делать. Да, управление странноватый у машины. Физика здесь, конечно, странноватая механика именно. Реализация слабенькая. Но опять же, вспоминайте, в каком году вышла игра. Поэтому, чего уж удивляться и чего... Зачем вообще осуждать? Молодцы. Ну, ехал, и мы должны найти базу МЕ-2. Мы так и будем базу искать сейчас. Мегамаркет. Там ништяки я заметил в мегамаркете. Пойду-ка соберу в мусорном ведре деньги какие-то. Это, наверное, сифоны борода разбросали здесь деньги для меня. Сифоны борода. У них денег много, вот они выбросили. Че это такое светит, за? Классно сделано. Антураж вообще вот просто красота. Все ясно. Я вас понял. Сейчас садимся и начинаем бомбить. Чего что-то скрывать-то? Кстати, машина-то восстановилась. Видимо, мы останавливались где-нибудь там. Под лесочком. Починились. Куда? Подожди. Дайте мне собрать. А, нет, нет, нет. Так просто не получится. Хорошо, я понял. С другой стороны. Угу. Так. Опять музыки почему-то нет. Вроде враги есть, музыки нет. Вот нонсенс звуковой, конечно. Так. Пиу-пу-пу-пиу. Так, можно и туда, можно и сюда. Так, а еще и новый уровень дали. Но новый уровень нельзя использовать. То есть повышать новый уровень нельзя. Когда мы находимся в машине, обязательно нужно выходить. Странно, конечно. Зачем так реализованно это? Йок-ЛМН. Опять это шляпа. Опять это ерунда. Опять порталы. И здесь тоже порталы. Ну, все. Держитесь, ребята. Сейчас мы вас накроем. Всех. Всех накроем. Так. Капец, конечно. Полный алискапу. Так, все-таки давайте я зайду в здание. Потому что оно не просто так ведь сделано. Жалко ведь. Как музыка прям. Т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т. Давай, заходи. Класс. А вот этого я вообще не помню. Потому что реально... Так, и магазин есть. Так, продать. Здесь сделаем ремонт. Ой, елки-палки. Продать. 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 Все это барахло надо продать. Ну, посмотри, что-нибудь такое более обалденное. Уменьшитель. Последнее достижение науки. Трансформирует молекулы таким образом, что цепь в результате становится меньше размером. Цель. Цель, не цепь. Так. Плазменный распылитель. Убойная сила. 110 тысяч. Ионное ружье. Точность низкая. Печалька. Лазерное ружье. Очень высокая точность. 24 500. Попробуем. Чего бы нет. Так. Горелку надо продать. Это вообще вынос мозга. Узика нам тоже не нужна. Так. Две маленьких аптечки. Две большие аптечки. Ладно. Хорошо. А, я понял. Есть аналог. Чего за эта крыса там? Эта крыса застряла? Что? Не надо там шуметь. Не шумей. Есть аналог в первой части данного оружия. Естественно. То есть аналог здесь. Так. Все что ли? Это все? Второй этаж еще есть. Ну, прикольная винтовочка. Ладно. Продать всегда можно. Так. С компьютерами вообще никаких действий пока нет. Пистолет мне нафиг не нужен. По сути-то. Ну да. Этот компьютер, видимо, вообще не выбивается никогда. Ничего сделать нельзя. Понятно все. Может быть, есть какая-то там, конечно, фишка. Ну ладно. Не будем. О, стоят тачку долбят. Вообще обалдели. И опять, смотрите, мы зашли в здание, вышли, и машина снова как новенькая. Бак, скорее всего, да? Блин, еще и. Так. Ну, ребятки, давайте продолжим. Продолжим наше развлечение. Это все очень весело. Чуп-чуп-чуп-чуп-чуп-чуп-чуп. Просто фарш. Просто фарш. Просто фарш, господа. Так, ладно. Здесь тоже походим. Ух ты, базика. Базука — это вещь хорошая. Да, может, конечно, нехватка патронов. Может быть, резкая, но... Зато удобно. Как раз-таки вот такие цели, как порталы, бомбить так самое то. Ну ладно, сейчас пока не вылазим. Блин. Все. Звуки, конечно, классные. Музыки нет. Музыка тоже пропала. Там секретка, вон, смотрите. Ящички лежат. Видите, да? Но мы туда не поедем, наверное. Так, вот, наверное, вход на базу. Въезд на базу МЕ-2. Но что-то есть и здесь. Да, они заметно расширили вообще, конечно, карты. Скажу я вам. Стала совсем по-другому смотреться игра. Раньше было скромнее. Проще все. Не, ну оно и круто. Как проходишь, теперь как по-новому получается. Со свежей головой, грубо говоря, если так. Можно так выразиться. Что-то лежит опять ништяки какие-то. Так, хорошо. Сейчас я с вами раскрытаюсь и спокойненько возьму, что там лежит. Мг. Понятно. Такое ощущение, что я ее вообще никак не смог зацепить. Что это? Так, смотрим. 30-40. У меня хик 50-70. Ну, как бы овчинка выделки не стоит. Я думаю. Так. Мы прям что-то по секретам вдарились конкретно. Отлично. Выезжаем отсюда, в общем-то. Пора уже найти этот злосчастный вход. Да, е-мое, начинается. Вот всегда найдешь какое-то место интересное. Так, перегородили они. А ты умники-то? Ладно, туда не полезу. Кстати, у нас тут апдейты какие-то, нет? Ничего подобного. Странно. А что ж написано? Ой, нажмите С. У вас новый уровень. Нажмите С, пожалуйста. Игрушку периодически, да, проплющивает, конечно. Ничего не скажешь. Да, о-о-о-о. Шакалы ползут со всех сторон. Да, если так, например, не стрелять в какие-то цели, то машину быстро разбабахают. Мама миа. Новые, смотрите, энергетические черти появились. Давай, 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 бомби его уже, бомби. Пусть они будут неспособны это делать. Так, ну вот и отлично. Мегамаркет. Ох, кстати, все, вот этого точно не было. Мегамаркета вообще не было во второй части. Это я вам говорю со всей ответственностью. Не было такого, не было. Так. Продолжаем. Месилово. Звук появился. Музыки нет. Зато звук есть теперь. И то не всегда. Понятно. Ладно, простительно. Так, здесь у нас что? Тележки, супермаркет. Мне, пожалуйста, пакет можно с собой. И мороженку. Ну, хоть какие. Ладно, хоть здесь стреляющих нет. Интон спасибо. Так, второй этаж. Понятно. Мы еще первый не до конца осмотрели. Надо все посмотреть. Вдруг что-то ценное пропустим. Да, вот это интересно. Реально, супермаркетов-то и не было. Как вообще-то они расширили-то? Просто добавили карту и изменили немножко, да? Получился реально перезапуск. Релоудит. Да, лазер прошибает, кстати, сразу несколько врагов. Вроде бы как 3-4 точно на линии может пробить. Да, еще и через стены фигачит. Поэтому вообще удобная штука. Так, понятно. Второй этаж нас ждет. Крысы, конечно, здесь улетные. Так, секунду. А, все, понял. Такое ощущение, что я заплутал. Баги с тенями, кстати. С тенями, то есть тоже проблема. Ну, опять же, это из-за того, что реализовано по-простому, то есть хитрым обманным путем фейковые тени, если можно так выразиться. Я сам такие делал когда-то на начальной стадии. То есть не реал-тайм. Там просчеты минимальны. Делается по уравнению, поэтому не сложно. Ой, надо со звуком что-то делать. Вот это вот, ну просто... Музыка нет, атмосфера сразу теряет, согласитесь. Не, кому-то может быть не критично. Не настаиваю. Но напишите, все равно. Опять же, это не игру, никто не смотрит. Поэтому пишите, кто смотрит. Так, продать. Продать не надо. Аптечка всегда нужна. Это все продать. Ну, это тоже. Ремонт. Все, пора на выход. Давайте вырвемся отсюда уже. Нам нужно найти быстрее базу МЕ-2. Ну и закончим серию там же. Красавчик. Красавец, то есть. Так, все, понял. Лабиринты. Лабиринты. Крыс гонять, хорошая штука. Так, еще и стрелки показывают, а? Чтобы не запутался, мало ли что. Вдруг растеряюсь и запутаюсь в супермаркете. Так. Ух ты, а вот этого тоже не было. Это я точно помню. Ничего подобного здесь не было явно. Уууу. Серьезно. Это серьезно. Тоже не было. Можно было кататься только, по-моему, на специализированных бронебойных машинах. Чего ты там хочешь? Еще бежит за мной. Ой, механика адовая. Ладно, сейчас разгонимся и ворвемся. Я так думаю. Почти. Почти. Так, стрелочка туда, но мы попробуем сюда. Хотя нет, это капец. Это капец какой-то. Затянутые уровни, кстати, вот с поиском базы. Это просто излишки, по-моему. Здесь замучаешься бегать, да вылези ты уже из нее. Хорошая штука. Мне нравится это оружие. Так, на продажу. Выложим на авито. Хе-хе-хе-хе-хе. Вещь. Вещь просто незаменимая. Особенно против вот этих вот мозговитых. Че, посоревнуемся, у кого круче ракеты? О-о-о, разорвут как щенка. Хе-хе-хе-хе. Доиграулись, доиграулись. Короче, затянули. Затянули, я вам скажу, конкретно затянули. Очень сильно затянули. Вот эти уровни, зря они так сделали. Не надо было так делать. Сильно затянули. Перебор. Причем очень весомый перебор. Не надо было так делать. Слишком. Слишком, слишком, слишком. Так, хорошо. Кстати, пропали и звуки природы. Вообще ничего не слышно теперь. Очень странно себя ведет. Буду разбираться. Буду разбираться, потому что это невозможно. Отвратительно. Все. Раскромцались. Ну что, где вход-то на базу? Ё-моё, сколько может это продолжаться уже? М-м-м. Секретики. Ну там базука. Базука у меня уже есть, поэтому смысла вообще в этом сейчас нет. Да, переборщили, ребята, переборщили. Давайте я здесь серию закончу, потому что это бесконечно может продолжаться. Поэтому до новых встреч. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Пишите свои комментарии. Будьте здоровы и не болейте. Пока. Пока.